Ну, то есть, во-первых, буквально всей конвой по теме государства у нас проходил этот гражданский контроль. Гражданский контроль, гражданские проекты и способность сделать государство более понятным для граждан. То есть, с чем мы столкнулись, это о чем бы там у нас ни были выступления, например, у нас были выступления представителя Минсвязи по госуслуги РУ. То есть, мы немножко узнали попонятнее о том же, как этот ресурс устроен, как он работает, как можно работать с ним и что с ним будет дальше. У нас были выступления по контролю доходов чиновников. То есть, вот сейчас это есть, эта тема проходила и вчера, эту тему мы затрагивали сегодня. Это также, в общем, всех волнует, всех интересует. У нас было несколько тем того, что называется гражданских проектов. Это то, о чем рассказывал я, рассказывал вчера в презентации о проекте «Русскую затрату» и то, о чем рассказывал еще представитель некоммерческой организации «Инсор» по экспертной социальной сети государства «Госбук». Фактически, все, что происходило, можно свести к нескольким понятиям. Первое – граждане хотят контролировать государство. Второе – граждане для того, чтобы контролировать, хотят, чтобы государство было более понятным. И, наконец, третье – то, что у государства и у структур, которые около государства, возникает потребность в том, чтобы налаживать гражданам какие-то коммуникации. Потому что, присутствуя здесь, например, представители Минэкономразвития, Александр Пироженко, представители Минсвязи, то, что «Инсор» запустил этот проект по экспертной сети, означает всего лишь одну единственную вещь. Они не могут игнорировать то, что им необходима обратная связь, им необходимо общаться с гражданами. Они уже понимают, что это не может быть исключительно закрытой средой. У нас, к сожалению, практически вся секция закончилась вчера. То есть, сегодня мы уже в свободном режиме рассказывали о том, что было и как. Но свободное – это, тем не менее, очень интересно. Там поднимались несколько тем. Одна из этих тем – это бюджет 2.0. То есть, в принципе, как это есть. Я рассказывал там также про тему создания проектов на основе целевых программ. Пытался как можно понятнее описать, потому что вся терминология, она им не жаль. И одна из самых интересных тем, которая, собственно, поднималась – это как ввести контроль, например, за следствием. То есть, управление документами, как ввести, опять же, гражданский контроль, государственный контроль за государственными структурами. Ну, на мой взгляд, прошло чрезвычайно интересно. То есть, все докладчики выступили отлично. Там присутствие чиновников – это вообще некий нонсенс. Уникальный случай, да? То есть, это просто надо ценить. Потому что закон о госслужбе их очень сильно ограничивает. Они, если что не то скажут, сразу их могут отстранить. Это вот жизнь такая, к сожалению, тяжелая. Вот. Ну, всем спасибо, кто посетил, в принципе, услышал. И было очень приятно, так сказать, на рукам общаться на все эти темы.